доброго времени суток меня зовут август данном видео обзоре мы с вами рассмотрим базовые принципы работы с модификатором океан для начала мы как всегда перейдем наш любимый браузер и blender вики найдем подходящий раздел по симуляции океана и ознакомимся с основным материалом если у вас возникают какие-то трудности с английским языком вы всегда можете данный мануал по базе модификатора перевести транслитом ну или поискать альтернативу на ютабе или на англоязычных русскоязычных форумах касательно данного модификатора ничего сложного в этом нет мы с вами рассмотрим вот это вот опциональное окно которое предоставляет нам геометрические свойства и свойства симуляции поверхности время резолюцию размер глубину настройки симуляции волн на общей поверхности мэша можно запечь добавить карту нормалей есть небольшие ссылочки на видео на сторонние сайты немного в этом в данном мануале вики по блендер устаревшая чуть-чуть информация но надеемся на скоро обновиться и дополниться и так давайте перейдем непосредственно сам наш любимый редактор blender 3d мы используем версию 262 на данный момент это последний был релиз который конечно больше и характерно относился к суслику то есть к новому рендер движку cycles и так мы с вами вкратце пробежимся по базовой структуре опций модификатора океан данном видео обзоре мы не будем с вами рассматривать настройки материала цвета возможности наложения текстуры возможно в следующем видео обзоре мы с вами это выполним натурально и так что нам нужно ранее скажем в версии 2.49b нам необходимо было использовать процедурные карты дополнительные настройки мэша анимировать его сейчас это довольно все проще делается с помощью модификатора и так давайте мы добавим с вами плоскость размер плоскости и подразделения пока значения не имеют переходим во вкладку модификаторов и добавляем модификатор океан как мы видим наша плоскость автоматически модифицируется и подразделяется согласно встроенному плагину написанному на питоне он автоматически создает нам размер который мы можем подогнать а также настроить для последующей работы переходим к обзору опционального окна модификатора и так касательно геометрии мы имеем две вкладки соответственно используем вкладку генерает для генерации поверхности можем использовать два направления по оси x и по оси y и так что она предоставляет вкладка репит она нам позволяет увеличивать и добавлять поверхности согласно осям дополнительные стороны для мэша давайте вернем по умолчанию на единицу далее вкладка в геометрии time позволяет нам манипулировать при анимации настройками волн движением геометрии мэша соответственно размер разрешение мы видим как более добавляется полиагональность объекту и глубина далее в опциональном вопросе у нас присутствует настройка волн мы можем методом научного тыка поманипулировать и посмотреть на изменяющуюся поверхность сглаживание дополнительные манипуляции своеобразным смещением по мнимому радиусу ветра генерация нормалей генерация по маске слоев канала цвета думаю в данном видео обзоре мы это рассматривать пока не будем все тут также довольно просто вымираем старт и энд по раскадровке выбираем абсолютный путь до временных для временных файлов которые позволят нам запечь саму текстуру далее переходим к настройкам и установкой ключей для нашей анимации при смещении нашей плоскости давайте посмотрим что у нас там в таймлайне в таймлайне у нас установлено 250 ключей 1 250 изначально нулевое смещение вот мы видим стартовый этап движения симуляции воды давайте просчитаем какой должен быть итог у нас 250 ключей на 25 кадров по умолчанию блендеры 24 но у нас 25 итого 10 10 с запятой итак изначальный ключ установим изначальный ключ LOCK ROAD SCALE далее переходим на 250 конечную точечку 10 с погрешностью 1 и вот мы видим 10 10 конечный результат смещения симуляции поверхности океана устанавливаем ключ LOCK ROAD SCALE давайте теперь посмотрим на результат как мы видим поверхность более менее спокойная я немного первоначальные настройки изменил задал более нашим волнам дополнительную возможность завышения чтобы данный видео обзор включал в себя натуральный показатель как видим довольно все просто и понятно даже методом научного тыка так мы можем более сделать ровную поверхность либо добавить псевдошторм либо добавить как мы видим все понятно доступно и производительно еще раз хочу напомнить что для более более функциональной углубленности обратитесь к вики блендеру либо пошуршите на других форумах думаю задача ясна спасибо за внимание всего доброго до свидания и